Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Тритонина. Меня зовут Нина Тритониченко. Я веду свой блог из американского штата Мичиган. В Америке я живу уже более 20 лет. Итак, с вами я с очередным выпуском программы «Рождённые в СССР. Взгляд из США». Сегодня мне бы хотелось такую интересную тему раскрыть, на которую обращал внимание Задорном. Я часто его вспоминаю, поскольку то, что он говорил об Америке, очень часто на самом деле является правдой. И я, как очевидец проживания в Америке, могу подтвердить то, что он об Америке говорил. Но, в частности, я буду рассказывать о том, что нас потрясло и как мы отличались от американцев, когда мы вот только ступили на американскую землю, как говорится, сразу после приземления самолёта. Ну, как вы знаете, может быть, не знаете, но я расскажу. Я родом из Советского Союза, из Киева. Уехали мы очень давно. Но поэтому в нашей памяти вот осталось всё так, как было при Советском Союзе и, скажем так, до середины 90-х. Так, мы приехали в Америку в 1998 году. Нет, в 99-м. В 99-м. А с 95-го по 98-м годы мы жили в Южной Корее. То есть за границу... У нас уже был опыт жизни за границей 3 года до того, как мы попали в Америку. В Америку мы приехали, сейчас даже скажу, когда? 1 мая в штат Аризона. А Аризона, чтобы вы знали, это пустыня. И там климат такой жарко и не очень жарко. Два сезона, скажем так, два времени года. Ну, чем отличается советский человек, да, скажем так, совок от американцев? Американцы сразу видят, они сразу видят, что вы не американец. Вы даже ещё рот не открываете, они ещё не знают, что вы говорите с акцентом. Потому как вы одеты, как вы себя ведёте. Наши люди, вот, советские, я имею в виду раньше, вот, советские люди, которые попадали за рубеж. Они очень сильно отличались своим поведением. Сейчас всё по-другому, сейчас мир меняется, и сейчас приблизительно всё одинаково в большинстве стран. Но всё же есть отличия. Итак, всё строго по-задорному. Советские люди не улыбаются незнакомым. Я не знаю, осталось ли это сейчас, но это всегда было в русской, в украинской культуре. Если человек незнакомый, ему не улыбаются в метро, в автобусе, на улице, в общественных учреждениях, в магазине. Если вы встречаетесь случайно взглядом с незнакомым человеком в Америке, у него тут же мгновенно загорается голливудская улыбка. Как они это делают, я понять не могла. Ну как, вот так вот быстро, не задумываясь, на автомате ослепительная на все 32 зуба улыбка. Вы знаете, сколько мне пришлось этому учиться? Я вам сейчас скажу. Года два мне пришлось учиться улыбаться незнакомым людям. И ещё года два вот так вот мгновенно включать эту самую голливудскую улыбку. Почему было так сложно? Опять вспоминаем моего любимого Задорного. У советского человека соответствующие мышцы лица не развиты. А ещё, когда американцы улыбаются, у них открыты глаза. И дети так улыбаются, и старушки так улыбаются, все так улыбаются. Вы попробуйте улыбнуться на все 32 зуба улыбкой чеширского кота, и чтобы широко были раскрыты глаза. Это неестественно. Но, видимо, этому учат, и учат этому дома в семьях. Так что даже маленькие дети умеют это делать. Вот это вот одно из отличий советского человека от американца. Идём дальше. Одежда. Когда мы приехали, мы одевались, соответственно, так, как у нас было принято дома. Женщины носили платья. Туфельки на каблучках, да? Если женщина шла на день рождения, на свадьбу, на какие-то мероприятия, она одевала туфли на высоких каблуках. Так у нас было принято. И обязательно колготки, либо гольфы, то есть короткие колготки. Также, если женщина шла на свадьбу на день рождения, она прятала пальцы на ногах. Это считалось, ну, скажем так, некрасивым, показывать пальцы на ногах. Здесь, в Америке. Я была на американских свадьбах не один раз за более чем 20 лет жизни в Америке. Раньше хоть как-то еще какие-то каблучки надевали. Сейчас сандали на босую ногу и педикюр. Все так одеваются. Даже невеста. Когда я выходила замуж, на мне были закрытые туфельки, белые закрытые туфельки. Это считалось красивым. Но сейчас все меняется. Я рассказываю, как мой опыт, мой опыт человека, скажем так, после совкового периода, который прилетел в Америку. Сейчас там тоже все поменялось. Там в России, на Украине. Но я там не живу и давно не была. Когда мы жили в Южной Корее, меня потрясало, как одеваются кореянки. Кореянки одевают короткие шорты. Ну, не такие уж короткие, как пляжные. Но достаточно короткие. На колготки. И туфли на очень высоких каблуках. Ну, мне это казалось пульгарным, некрасивым, ужасным. Ну, в моем представлении советского человека, высокие каблуки должны одеваться к платью. Туфли на высоких каблуках. Сейчас так одеваются и в Америке, и везде. Все как бы меняется. В Аризоне там жара. Там народ одевает, ну, я бы сказала, майки и трусы. Да, футболки и шортики. Во-первых, так удобно. Во-вторых, из-за жары попробуйте походить в платье. Просто жарко, невыносимо жарко. А если говорить о крупных городах, там народ одевается красиво. Но, опять же, если вы видите молодого человека в костюме, при галстуке, в лакированных туфлях, это, скорее всего, работник банка, просто кассир в банке. Мы их называем офисные. Это офисные работники. А если тот же очень обеспеченный человек, но он семьей где-то гуляет, так он будет в той же майке и в шортах, но только, наверное, в дорогой майке и в дорогих шортах. Поскольку он человек статусный, ему положено, у него будет ручка, дорогая ручка, ручка Паркер, часы Ролекс и все такое. Я сейчас приведу пример спонсора компании, в которой работает мой муж. Он может себе позволить иногда пригласить сотрудников в ресторан после работы и за всех заплатить. Ну, как бы, потому что он может себе это позволить. Да, ему хочется это делать. Вот у него машина, автомобиль представительского класса. Дорогой автомобиль, поскольку ему по статусу так положено. Да, и, соответственно, и дорогая ручка у него, и дорогие часы. А так он одевается, ну, скажем так, вещи дорогие, но не броские. А если говорить о людях, вот как мы, среднего класса, мой муж инженер, мы не статусные. Мы вот что хотим, то и делаем. Какую машину хотим, такую покупаем. Какую одежду хотим, такую носим. Нам все равно. Мы можем не выделяться, скажем так. Ну, если есть желание, можно, конечно, но тут можно выбирать. Наши соседи, они то ли филиппинцы, азиаты, короче говоря. У азиатов это самое главное, выглядеть статусно. Хотя они, вся семья, их там в доме живет, я не знаю, человек восемь, наверное. Это просто какой-то колхоз. Тем не менее, все ездят на очень дорогих машинах. У них каждая машина стоит, как половина их дома. Примерно так. Работают на заводе, но они не работают инженерами. Они работают обычными рабочими на заводе. А рабочие на заводе получают в Америке, ну, считайте, полторы минимальные зарплаты. То есть много они не получают. Но надо понимать, что для азиатов, для всех азиатов, включая индусов, они не будут есть, они не будут пить. Но вот им обязательно надо выпендриться дорогой машиной, дорогим мотоциклом. Для них это важно. Для них, собственно говоря, это смысл жизни. Ну вот, собственно, тему я сегодняшнюю раскрыла. Если есть вопросы, задавайте. Подписывайтесь на мой канал. На моем канале более 700 музыкальных видео. Кто не знает, я баянистка, учитель по баяну. Я играю, пою. Также есть выступления моего ансамбля, моих учеников. И я веду вот несколько таких передач, как сегодняшняя. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Будете получать уведомления о новых видео. Пока-пока.